Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Организаторы песенного конкурса «Евровидня» ранее заявляли, что уважают решение Украины о запрете въезда Самойловой. В Кремле накануне говорили, что не будут менять участника «Евровидня-2017» в Киеве. Служба безопасности Украины заборонила въезд на территорию Украины громадянцы Российской Федерации Юлии Самойловой. Решение было принято на основе отриманных нами давних про порушение нею украинского законодавства. Закон один для всех. В Москве возмущены решением Службы безопасности Украины. В МИД России назвали это возмутительным фактом. СБУ предотвратило диверсии и теракты. Украинские действующие военные и военнослужащие в отставке под кураторством России планировали осуществить диверсии и теракты на юге Украины. Девятерых из них задержали в Одессе в воскресенье. Прокладитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук заявил, что следственные действия продолжаются. Четырем задержанным избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Им инкриминируют государственную измену и незаконное обращение с оружием. Все члены этой мережи, как військовослужбовцы, так и «Звольненные в запас», про российские взгляды, поддержали создание так называемой Одессской народной республики. Вдалось запобегти передачу российской спецслужбе секретной информации, которую собрала эта группа. Ихни действия контролировали спецработники военнослужбовской службы безопасности Украины. Данные на самперед собирались на півдні Украины. Но нами были также зафиксированы факты работы членов резидентурной ланки в зоне проведения антитерористической операции. Вооруженные силы России проводят масштабные военные учения в оккупированном Крыму. Стартовали они 20 марта. Участвуют в учениях воздушно-десантные войска Черноморский флот и военно-космические силы. В них задействованы более 2,5 тысяч десантников, почти 600 единиц техники, кораблей и авиации. Обучение инициировали будто бы из-за роста терроритической угрозы. В Черном море 20 марта также прошли учения. Их проводили Украина и НАТО. Генштаб сообщил, военные учились навыкам тактического маневрирования, поиску и уничтожению мин. Украинские военные рассказали о последствиях обстрела села Водяное Донецкой области. В понедельник диверсионно-разведывательная группа незаконных республик атаковала украинских военных. Боевики применили тяжелое вооружение, грады, артиллерию 152 и 122 мм. После ответного огня вооруженных сил Украины террористы вернулись на свои позиции. Это точно прямое попадание по самому селу, вы видели. Тут постоянно одна из самых горячих точек на карте АТО. Минометы, ракеты системного запасного огня БМ-21 град летели в сторону морских пехотинцев. Населений пункт Водяни. Так сильно въялося, что аж не можем удостать. Власне таким чином. А совсем поруч, 10 метров звезда, живет мирное население. Котре вкотре страждає від провокаційных действий противника. В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей проведут национализацию квартир. Об этом сообщили на фейсбук-странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины. По их данным, российское военное командование поручило боевикам непризнанных республик провести так называемую национализацию жилья, оставленного владельцами больше, чем на три месяца. В национализированные помещения планируется заселять граждан РФ, не имеющих жилья на территории России, которые заявили о готовности продлить контракт на прохождение военной службы в соединениях и частях 1-го Донецк и 2-го Луганск армейского корпуса Центра территориальных войск Южного военного округа Вооруженных сил РФ в случае обеспечения их жильем. Оставить нельзя, выселить. Владелец санатория Джерело в Пущеводице под Киевом силой пытается освободить здание от переселенцев из Донбасса. 160 человек живут там с лета 2014-го. Они сбежали от войны и жить им больше негде. Эту любительскую съемку сделали жильцы санатория Джерело, что в Пущеводице. В понедельник средь бела дня здесь появились люди в касках с кувалдами и топорами. Один из них дал команду бить окнам. Нападавшие остановились после того, как прозвучали выстрелы. Это айдаровец Андрей Мадженков стрелял из охотничьего ружья в воздух. Может вы бы по-другому поступили. Может хотя бы ноги кому-то побили. А я уманно постарался. Нападавшие представились строителями, у которых есть распоряжение начать ремонт здания. Пока не приехала полиция, они успели разбить стекла на входе. И обесточить подстанцию. Вот это подстанция, которая держит почти половину пущеводицы. Они вырвали отсюда предохранители, повырвали провода, выдергнули. Метла, грабли, лопаты и бронспоид всегда на готове. 160 переселенцев из Донбасса здесь живут с лета 14-го. Последний год на осадном положении. Здесь давно нет газа и отопления. Электричество отключают регулярно. Условия жизни здесь трудно называть санаторными. Пенсионеры из Луганск, Екатерина и Иван Ганас, ютятся в небольшом номере. А дома у них осталась двухкомнатная квартира. Людей сюда расселяли волонтеры. Власти не возражали. Никаких договорных условий не было. Просто нас поселили, мы жили, нас прописали, выдали нам справки переселенца, прописали здесь, что мы живем. И на этом дело закончилось. Никто нас не трогал. Теперь же местные власти уверяют, в этом санатории официально места для переселенцев не выделялись. Готовы помочь людям, но только информации. Справа в том, что место Киев не предпочено для размещения вымушенных переселенцев. Фондов, житлового фонда в оболонской рейдережной администрации нет. Мы и проводим активно информацию о наявных местах, где можно проживать в других регионах. В 2016 году у здания появился новый собственник Вячеслав Гамонай. Это он прислал людей с кувалдами. Настаивает на выселении. У меня и дальше есть как бы желание и настроение туда все-таки завести строителей, для того, чтобы начать процесс ремонтных работ. В марте месяце, 1 марта, я тоже предупреждал переселенцев, что, пожалуйста, находите возможность переселиться, потому что уже как бы тепло, вы можете как бы потихонечку находить возможность, скажем так, переселиться. Поселенцы выселяться не собираются. Этот санаторий раньше принадлежал Киевводоканалу. Потом его приобрела фирма «Гелиус», которую связывают с Януковичем. Вячеслав Гамонай был юристом в этой фирме. Люди уверены, он стал лишь формальным собственником здания. Фейковая фирма. И вот этот Гамонай, который здесь, если у себя хороший хозяин, он был юристом в этой фирме. И незаконно он, как говорится, Юрий, он выходит за «Гелиус ЛТД» и незаконно приобретает это здание за 5 миллионов гривен. 6800 квадратных метров. Люди в суде хотят доказать незаконность покупки, а пока несут круглосуточное дежурство в санатории. Роман Спирилов Асанаминов, Ильдар Тарахташ, Замоан АТР. В деле Ахтема Чайгоза допросили свидетелей защиты. Крымско-татарские активисты Рустам Рифатов и Нариман Желял рассказали, что видели провокации со стороны участников пророссийского митинга. Также засвидетельствовали, что Ахтем Чайгоз не руководил митингом и не давал указаний к провокациям. Нариман Желял рассказал о свидании Совета Президиума Межлиса, которое произошло накануне митинга 26 февраля 2014 года под стенами Крымского парламента, в организации которого обвиняют Ахтема Чайгоза. Желялов показал, что 25 февраля в здании Межлиса в дневное время состоялось совещание Президиума. Однако никаких решений на Президиуме не принималось. Ахтема Чайгоза на Президиуме он не запомнил. Было принято решение собрать Межлис для того, чтобы принять уже решение по существу, проводить мероприятие или не проводить. Аннексия Крыма добавила России проблем. В третью годовщину оккупации Крыма российский независимый журналист и видеоблогер Саша Сотник спросил у жителей и гостей Москвы, что для них значит возвращение Крыма в родную гавань. И можно ли принимать так называемые ЛНР и ДНР в состав России. А вам что дал Крым наш? Возможность туда путешествовать, ездить, летом отдыхать. И планирование туда возможно даже переехать. Я считаю, что это праздник. Вы не считаете это праздник? Нет. Так, а что вам дало присоединение Крыма к России? Ничего. Совершенно ничего. А если завтра господа из так называемых Донецкой и Луганской народных республик попросят присоединить их к России, принять состав России, это надо сделать, на ваш взгляд? Вот вы бы присоединили? Если они согласятся, но это, думаю, чревато большими последствиями для России. А Крым не чреват? А Крым, мне кажется, нет. Почему? А санкции? Ну, санкции. Переживем. А кто ввел санкции? Кто ввел санкции, вы знаете? Вот против вас? Против меня? Мое государство. И вам это нравится? Ну, что делать? Смотрела телевизор, да, вместе, так сказать, с Крымом. Да, была, ну, мысленно. Если Донецкая, так называемая, народная республика и Луганская народная республика попросятся в состав России, их надо принять или нет? Ваше мнение? Я думаю, да, ну, нужно людям помочь. Все-таки они страдают из-за этой Украины. Им нужно помочь, их нужно. Я вот даже, когда смотрю, мне даже жалко людей. Наверное, все-таки должен быть референдум. Не так, как с Крымом, да? То есть их, его взяли, а у нас не спросили. Мы поговорили в семье о том, что это событие произошло, о том, что нам повезло быть в это историческое время, когда Крым вернулся в Россию. А что лично вам дал Крым наш? Присоединение. Ну, национальную гордость. А в материальном плане? Ничего. Для меня присоединение Крыма вообще ничего не дало, даже, скорее, нарушило мои хорошие отношения с родственниками на Украине. Крым чей? Не наш. Это все новости на этот час. Смотрите следующий выпуск «Заман» на украинском языке через 45 минут. Эфир продолжает программа «Бугунь». Андрей Куликов и Илона Довгань обсудят вопросы льгот в Украине. Есть ли в Украине единая система льготников? Стоит ли сохранить льготы? Либо лучше выдавать деньги на руки? Не пропустите. Буквально через несколько минут. Будьте СТР. Продолжение следует...